ну что ж я надев сегодня шляпу первую вывалившуюся из шкафа решила записать для вас видео которое можно считать каком-то роде экспериментальным во первых как вы заметили сегодня я снимаю себя сама я сегодня 10 в одном и режиссер и монтажер и оператор как вот этот вот косметическое средство для мужчин 10 в одном когда там и гель для душа и шампунь и мыло и сливки для торта и вообще все в одном флаконе это во первых но во вторых сегодня не будет никакой классической экскурсии как вы понимаете том смысле что меня нету объектов показа поэтому сегодня скорее это просто как рассказ что в общем то я и задумывала изначально и речь пойдет о кофе о истории и о современности так что заваривайте если ваш любимый напиток кофе как и мой заваривайте его скорее и you are welcome к просмотру итак начну с самого начала с момента появления кофе в истории и не то чтобы появление скорее тогда когда кофе открыли для себя люди есть несколько версий естественно того откуда кофе как его открыли но самая такая распространенная красивая легенда гласит о том что где-то в середине 10 века в эфиопии эфиопия официально считается родиной кофе произошло событие некий пастух паскоз была жара он закимарил заснул на солнцепёке попроснувшись он не нашел своих кос и пошел их искать пастуха звали калди кстати легенда сохранила его имя и вот он их нашел на соседней полянке они жевали какие-то странные ягоды и при этом танцевали на двух ногах пастух пришел в некий ужас он не понял что происходит с его козами какой дьявол не вселился о страшно очень страшно мы не знаем что это такое если знали что это такое и он взял эти ягоды и в общем-то захотел выяснить что же это обратился к монахам в соседний монастырь эфиопия страна христианская монахи вроде тоже удивились там версии разные они могли и удивиться и посчитать их тоже дьявольскими но в любом случае они также решили попробовать эти зерна и точнее эти ягоды и ощутили прилив бодрости быстро смекнули что можно использовать отвар из этих ягод для того чтобы не засыпать во время ночных молитв вот таким образом считается кофе открыли свойства кофе открыли для себя и в общем-то как напиток очень долгое время зерна не обжаривали а вымачивали в воде и вот этот отвар пили через какое-то время кофе пересекает узкую полоску красного моря попадает в йемен и это такая очень важная точка на карте потому что именно там располагался порт моха один из крупнейших откуда кофе экспортировали по миру и контролировали этот экспорт арабы в то время расцвет был арабской цивилизации рядом еще и османская империя османы также контролировали кофе так вот от названия порта мохи происходит напиток мокко это не случайно это действительно происхождение вот оттуда в османской империи кстати кофе ну неоднозначно к нему относились потому что одно время религия запрещала его пить кофейни были таким местом поначалу весьма злачным то есть там и азартные игры не всякие другие вещи нехорошие одно время правительство и духовенство запрещали пить кофе даже был издан указ о том что если вас ловили за кофепитием то избивали а вот если повторно то зашивали в кожаный мешок и кидали в босфор во время войн и набегов турков на европу соответственно кофе попадает в европу в 1565 году осада мальты и пленные турки пьют вот этот свой непонятный горьковатый напиток а в европейцы соответственно обратили внимание что же такое они пьют и ну опять таки попробовали поняли что а напиток то неплохой хотя странный и в игру опять таки вступает духовенство священники которые категорически были против распространению кофе и вообще его употреблению обратились они к самому к самому папе римскому клименту восьмому с тем чтобы он запретил кофе что религия не позволяет это не божественно вообще-то дьявольский напиток но папа климент восьмой возможно по аналогии с теми самыми монахами в эфиопии он сначала решил попробовать что же такое потом уже решить запрещать или нет и попробовав он оказался на седьмом небе от счастья аромата кофе и сказал что ну такой напиток просто не может быть исчадия мада и он его разрешил он его фактически покрестил благословил и с тех пор кофейни появляются но практически во всех европейских странах надо сказать что если первая кофейня именно кофейня появилась некогда в константинополе то первое кафе появилась в венеции создатели кафе видимо вдохновлялись напитком кофе потому что здесь название как бы созвучие названий да абсолютно здесь не случайно кстати мы если обратимся к вопросу о италии да это вот знаменитый итальянский кофе и многие почему-то думают на этом фоне что кофе выращивают в италии нет я об этом скажу еще отдельно в италии кофе не растет вообще там для него холодно и распространение в европе в средневековье кофейни получили как раз таки не в италии хотя впоследствии итальянцы сыграют свою значительную роль в развитии кофейной индустрии именно они изобретут эспрессо машину то есть приготовление кофе под давлением та машина на основе которой сейчас в общем то делают все остальные профессиональные кофемашины так вот была одна страна которую кофемания захватила особо это была не франция не италия это была англия это 17 век именно в англии появляется множество кофеин которые впервые стали открывать при университетах ну точнее не при ну то есть как бы не конкретно на базе университета просто рядом кофе там продавали за 1 пенс и поэтому эти кофейни называли такими пенсовыми университетами кофе заменяет даже пиво потому что если раньше всякие работники уже с утра накидывались пивасом то постепенно постепенно они привыкают пить именно кофе потому что кофе дает бодрости не с утра готовы к труду и обороне в общем это такой был позитивный момент а в самих кофейнях которые по множестве открываются в англии туда в то время кстати можно было приходить только мужчинам женщинам было запрещено это привело к тому что в какой-то момент женщины даже писали петицию с просьбой разрешить им посещать кофейни или даже наоборот эти кофейни закрыть потому что они якобы учение они а кофе в частности забирают у их мужчин мужскую силу вот так вот они это все обставили им было просто обидно что мужчинам можно им нельзя кофейни становятся центром не просто общение общение именно делового постепенно собирают начинают собираться в кофейнях всякие бизнесмены моряки обсуждаются сделки заключаются контракты это тоже сыграло такую интересную роль в истории потому что конкретно в лондоне была например открыта кофейня у лойда которая впоследствии трансформировалась превратилась в общем была прародителем страховой корпорации лойтс очень известный и еще одна кофейня у джонатана опять-таки в помещении этой кофейни впоследствии будет основана лондонская фондовая биржа то есть настолько влияние кофеин было значительным но позже в англии произойдет смещение кофе уйдет на второй план на первый план выйдет чай five o'clock tea ну почему просто потому что если кофе нужно перекупать у соседей у тех же голландцев и платить дороже то здесь у англии свои колонии частности индия там этот чай выращивается это просто банально дешевле но что еще касается америки частности сша то там предпочитали пить чай первую кофейню открыли в бостоне в 18 веке затем произошло очень такое знаковое событие бостонское чаепитие это был протест против повышения налога на чай и вот это событие повлекло за собой развитие кофейной индустрии именно в сша вот почему в двадцатом веке именно оттуда придут к нам эти все сетевые кофейни кофе в стаканчиках кофе с собой собой starbucks с подписью имени ну и так далее это все оттуда ну как я уже сказала родиной кофе является эфиопия именно оттуда он распространился по миру постепенно постепенно кстати название вида кофе арабика это не сорт и скорее это вид происходит от аравийского полуострова то есть из тех мест это все естественно тоже не случайно так вот существует два основных вида кофе исторически естественным путем известных это арабика и робусто эти кофейные деревья и не только эти произрастают только в экваториальном климате почему я сказала что в италии кофе не растет ну потому что ему там холодно далековато от экватора 10 градусов северной широты 10 градусов южной широты вот если посмотреть на глобус на шарик соответственно полностью вокруг экватора можно назвать это поясом действительно называют еще кофейный пояс земли именно вот в этом регионе в тех странах которые находятся на этой широте произрастает кофе причем арабика растет выше 900 метров над уровнем моря и даже до двух с половиной тысяч арабуста растет пониже от 200 до 900 метров над уровнем моря эти деревья вырастают очень высокими если их не подстригать то есть до 15 метров кофейное дерево и примерно 50 лет она плодоносит это плодово-ягодное дерево хотя моментами его порой обзывали овощем но конечно никакой это не овощ это плодово-ягодное деревцо именно почему ему и нужен теплый климат чтобы там что-то созрело но в промышленных зонах на плантациях естественно деревья подрезают там выше двух-трех метров они не растут но просто чтобы было удобно собирать урожай вырастить кофейное деревцо это достаточно тяжкий труд сначала садят зернышко в почву вырастает такой маленький росточек под названием кофейный солдатик затем его пересаживают в такие кофейный детский сад в теплицу по сути чтобы вырастить саженцы и только потом уже саженцы пересаживают в открытый грунт в долины и на высокогорье где тепло если деревца растут в теплом климате ну таком достаточно теплом то до 3-4 урожаев с одного дерева можно за год снимать ну а если нет то это в среднем один урожай ну и как я уже сказала арабика и робуста это вот два основных вида хотя их на самом деле около ста всего просто в силу того что это промышленные виды и больше всего их выращивают 70 процентов всего мирового производства на сегодняшний день приходится на арабику на все сорта этого вида и 30 процентов на робусту с одного дерева за один раз можно снять примерно 5 килограмм ягодок зерен и после очистки после сортировки после всей обработки остается всего лишь один килограмм то есть можно себе представить что труд это действительно такой сложный тяжелый урожай снимают двумя способами механическим и ручным механические существуют специальные машины которые которая проезжает и в общем то она снимает дерево все ягоды которые на нем есть естественно это считается более экстенсивным методом ну просто потому что там и спелые не спелые все вместе вот ручным трудом естественно можно снять урожай гораздо более эффективно потому что люди снимают только спелые ягодки человек который занимается этим называется пикер и это это блин тяжелый труд не сказать не скажу может быть что рабский хотя в общем это тяжело можно себе представить приходя в кофейню и заказывая себе чашку кофе какой длинный путь прошло зерно которое попало в чашку от момента когда его вырастили на плантациях и вот к нам по поводу арабики рабуста нам на самом деле реклама очень сильно промыла мозги потому что все считают что вот если на пачке написано стопроцентная арабика это круто это значит хороший кофе арабуста типа это г на самом деле все не так во первых рабуста считается точнее является генетическим родителям арабики скрещивались разные виды кофе и вот рабуста скрестившись еще с другим произошла от нее арабика это во первых во вторых этих зерен просто разные свойства в рабуста больше кофеина и больше веществ которые дают эффект горечи это более горький более плотный более насыщенный кофе плохо ли это нет это просто дело вкуса кому-то нравится более крепкий кофе кому-то менее крепкий и надо сказать что в нашей стране все такие люди предпочитают чаще более крепкий кофе поэтому рабуста очень часто используют в эспрессо смесях и для приготовления кофейных напитков с молоком потому что именно в таких видах кофе ну при добавлении молока останется вкус кофе а если взять очень мягкие зерна определенных сортов арабики и налить в них молока то в общем-то весь вкус кофе может быть так сказать съеден молоком кстати по поводу молока опять-таки в семнадцатом веке произошло очередное событие после очередных войн европы и арабского мира в вене была турецкая осада она была отбита и у пленных турков ликвизировали много всего верблюды продовольствие и мешки с непонятными зернами ребята местные европейцы посмотрели на эти зерна решили что это то ли корм для верблюдов то ли вообще непонятно что и хотели эти мешки зернами сжечь но нашелся один человек георг кельчицкий польского происхождения который некоторое время бывал в османской империи не только и он прекрасно знал о кофе как о напитке он попросил их прекратить это делать уничтожать эти мешки и за то что он в общем то при вот этой осаде сыграл свою там позитивную роль ему разрешили взять себе определенные трофеи он взял в общем то не золото с серебром а именно мешки с зернами кофе и открыл свою кофейню в вене естественно в европе это было далеко не первая кофейня но инновационной все равно она была называлась она синяя бутылка не знаю почему ассоциации с синей бутылкой не кофейные но тем не менее так она называлась именно считается что вот этот кельчицкий в своей кофейне впервые добавил в кофе молоко вот кого нужно в этом винить или наоборот благодарить дело в том что у восточных народов гораздо чаще встречается непереносимость лактозы а у северных народов наоборот они молоко сливки с удовольствием могут употреблять и вот чтобы компенсировать в кофе вот эту горечь впервые молоко туда и добавили и добавляют и по сей день я рассказала очень очень кратко конечно же максимально кратко насколько это возможно о том где и как кофе растет но после того как его собрали его нужно обработать существует два основных метода сухая обработка и мокрая но в общем то мокрая с помощью воды в тех регионах ну точнее как засушливых странах в основном очищают кофе сухим методом выкладывают сначала зерна на такие специальные патио их еще называют африканские кровати зерна там сушатся обдуваются воздухом со всех сторон естественным путем их переворачивают чтобы они там не загнили не забродили сильно а потом очищают специальными машинами но поскольку машины естественно не стопроцентно хорошо очищают зерна дополнительно еще сортируют вручную опять же к вопросу про тяжелый труд нужно удалить из партии зерна вообще весь мусор всю лишнюю шелуху все что там осталось и плюс увидеть еще и плохие зерна удалить их потому что даже несколько плохих зернышек на партию может испортить всю эту партию впоследствии затем зерна засыпают в мешки транспортировочные джутовые в общем то они напоминают наверное мешки для транспортировки картошки есть еще более скажем так более дорогой метод транспортировки для более дорогих зерен в джутовый мешок вкладывается специальный полиэтиленовый герметичный пакет ну вот бывает в специальных бочонках кофе транспортируют в вакуумные упаковки но это очень очень редко в основном вот эти вот джутовые мешки и в общем то до конечного потребителя до обжарщиков кофе едет вот в таких мешках потом кофе обжаривают и да это отдельная история потому что сырые зерна кофе они напоминают по своей консистенции по внешнему виду в общем-то по запаху и по вкусу зеленый горох когда говорят что жрите зеленые зерна кофе и вы похудеете или там будет вам счастье или что-то еще ну очень сомнительно я естественно не собираюсь сейчас рассказывать и обсуждать никакие медицинские аспекты но это очень очень сомнительная штука потому что представьте будете ли вы есть нормальных условиях ну например сырую картошку ну скорее всего вы все-таки захотите ее сварить или пожарить потушить что-то с ней сделать в общем приготовить точно также и зерна кофе для того чтобы их употребить их нужно пожарить точнее обжарить ну и здесь в игру уже вступает рост мастер по сути это повар который смотря на определенный вид сорт подвид кофейных зерен определяет как же его лучше обжарить чтобы достичь добиться от него максимального эффекта потому что три основных показателя кофе которые должны сыграть это кофеин это сахара и это ароматические масла ароматические всякие соединения ну и плюс там еще миллион других показателей обжаривают специальных рост машинах ростерах и в общем-то добиваются того чтобы зерно стало максимально приятным и в общем-то потом раскрыла весь свой потенциал в той самой чашечке кофе современной истории кофе отмечают специалисты три волны это уже может в общем-то двадцатый век появился растворимый кофе сначала в западных странах до советского союза он докатился несколько позднее ну и в общем-то до стран постсоветского пространства назовем их так в общем это растворимый кофе жестяных банках в железных это те самые банки которые использовали а может быть даже до сих пор кто-то использует для того чтобы хранить в них гвозди шурупы и другие какие-то мелкие принадлежности у многих гаражах сараях наверняка такие банки еще стоят но в 90 в общем-то после распада советского союза тоже в основном употребляли все только растворимый кофе вот помните тот самый нес кафе который по моему жив до сих пор кофе максвелл хаус и подобные и подобные штуки следующая волна такого развития развития кофейной индустрии современности это кофе в стаканчиках появился старбакс и распространил себя по всему миру фактически это как раз таки вот распространение этой культуры кофе на вынос ну и третья волна которая началась не так давно и длится она до сих пор по сей день эта волна ну скажем так профессионального кофе когда люди стали не просто пить кофе типа я быстренько растворил что-то непонятное в своей чашке выпил побежал а именно вкус кофе ценится даже простые потребители начинают в кофе разбираться гораздо лучше это маленькие кофейни обычно либо она одна такая либо если это сеть то это буквально там две-три тот самый спешлти кофе ну то есть не так давно это началось и в общем то по сей день происходит вот такое вот развитие кофейной индустрии по поводу спешлти сейчас это очень модно все кому не лень говорят мы спешлти кофе не а давай выпьем имена спешлти кофе что такое спешлти существует ассоциация спешлти кофе профессиональная с и сокращенно и они разработали шкалу с каким-то невероятным количеством показателей согласно этой шкале кофе присваивается ну от нуля до 100 баллов и вот все что 80 баллов и выше от 80 до 100 это спешлти причем после 80 там идет шаг в 0 25 то есть 80 25 805 и так далее если килограмм кофе который получил 80 баллов ну и там плюс минус 80 это стоимость примерно 3 4 5 6 долларов за килограмм то приближаясь к 90 мы уже получаем цену почти в 100 долларов за килограмм но то есть 90 и выше это кофе уже не просто спешлти это кофе уникальный который встречается практически нигде и никогда можно немножечко вдуматься в цифру 100 долларов за килограмм и больше это очень дорого это зеленое зерно с которым еще ничего не делали не транспортировали не обжаривали но вот так вот в любой кофейне или там в любом магазине таких зерен не найти это что-то наверное сродни трюфелю ну а вот где-то в диапазоне от 80 до 90 это спешлти при этом это кофейное зерно должно быть правильно обжарено согласно там своему сорту это должен быть свеже обжаренный кофе они когда-то там давно обжаренный но и естественно приготовлен профессиональным баристом на профессиональном оборудовании только таким образом кофе может получить вот эту характеристику спешлти но на самом деле очень радует что больших городах особенно да и не только уже появляются вот такие кофейни у нас питере их ну несколько точно могу назвать но не назову найдете сами если захотите и в общем то люди ценят в кофе именно вкус кофе не добавляя в него всякие там сахар сироп это тоже все кстати не про спешлти если вы любите кофе с сиропом то как бы ноу не надо ну что ж вот так вот долго долго я вам рассказываю про историю кофе и про современность а причем же здесь питер спросите у меня вы возможно посмотрите какой наконец-то прекрасный закат за моей за моей шляпой здесь прекрасно а вот этот забор с этой стороны означает ремонт и реконструкцию в Сестрорецком курорте та самая недавно нашумевшая история очередной скандал но ничего пройти туда нельзя но можно если осторожно я например хожу туда в бассейн очень хорошо так вот по поводу истории кофе в россии как известно считается что кофе появился при петре первом то есть петр первый будучи в амстердаме пристрастился к он там жил в доме бургомистра амстердама его там угощали кофе регулярно он на его мощно подсел и привез кофе и стал его значит насаждать питье здесь пейте кофе от курите табак ну петр первый вы знаете на самом деле это было так но это произошло не впервые не впервые при петре первом кофе попал на русь потому как ранее на руси иностранцы жили в своих слободах и в общем-то естественно всякие товары свои продукты которым они были привычны они привозили с собой у царя алексея михайловича то есть это папа петра первого был придворный врач не сэмюэль коллинз который ему прописывал кофе от головной боли это как раз были времена вот это вот той самой кофемании в англии о которой я говорила это неудивительно что врач англичанин прописывает кофе со следующей формулировкой осушает любой насморк излечивает простуду избавляет от ветров укрепляет печень превосходные средства против чесотки и порчи крови облегчает сердце и жизненно важное биение такового приносит облегчение страдающим болями в желудке отсутствием аппетита ну и так далее и тому подобное да кстати неоднократно кофе приписывали всякие целительные целебные свойства даже у таких врачей древности типа авиценны встречаются тоже всякие рекомендации кофе от разных болезней но опять-таки возвращаясь к вопросу про медицинскому аспекту не могу сказать что целебные свойства кофе однозначно доказаны но однако же неоднократно считалось что да пейте кофе и будет вам счастье и здоровье но при петре первом в консткамере в первую очередь стали наливать кофе был открыт трактир четыре фрегата на троицкой площади там тоже кофе для иностранцев наливали вот по поводу консткамеры хотела вам найти нашла приказываю не только всякого пускать сюда даром но если кто приедет с компанией смотреть редкости то угощать их на мой счет чашку кофе либо рюмку и водки на подобное угощение выделяли большую сумму нет огромную сумму на то время это 400 рублей в год и вот интересный момент что не сохранилась статистике какое же количество гостей консткамеры выбирала водку сколько выбирала кофе есть подозрение что все таки первая выигрывала на тот момент потому что русский человек кофе был ну крайне непривычен кстати по поводу петра он любил внезапно заявиться каким-нибудь своим подданным и истребовать его угостить чашечкой кофею именно поэтому многие подданные покупали эти зерна хранили у себя дома на случай если заявится к ним государь но сами не пили ну потому что во первых а они не понимали этого напитка а б кофе был дорогой вареная кофе персианами и турками знаемая и обычно после обеда изрядно есть лекарства против надмений насморков и глава глава болений вот опять таки к вопросу вот этого целебного эффекта или вот забавный документ сохранился точнее цитата оттуда сим курьером послал я вашему величеству полпуда кофе это 1709 год боярин иван толстой комендант таганрога основанного тоже петром за несколько лет соответственно до петербурга вот он собственно посылает царю кофе так сказать в подарок явно от османов привезенный ну или вот юморист 18 века известный антиох кантемир писал так о поэле что шлет индия всем уж у нас известно что тот овощ жарив смолов мелкой сваря в воде место завтрака служит а прихотливым и забавой после обеда лучший кофе приходит из арабии но и во всех индиях тот овощ обилен ну и опять таки на руси как в общем-то у османов и в европе вступала в игру духовенства потому что ну ну просто потому что новинка новинка она вызывает всегда неоднозначные реакции не пытались кофе запретить как впрочем запрещали и чай вот чай проклят на трех соборах а кофе на семи или же кто пьет чай отчаивается от бога кто пьет кофе налагает коф на христа но ничего ничего не получилось по поводу запрета на получилось скорее обратное в какой-то момент количество кофе на невском стало таким таким огромным количеством что даже был такой анекдот что на невский значит приезжает приезжий и спрашивает там у прохожего подскажите пожалуйста как пройти на невский проспект от этой кофейной улицы ну то есть смотрит на количество высокой и несколько удивляется первый кофейный дом появился в царствование анны и ановны в 1740 году надо сказать что она была кофеманкой заядлой при этом она любила получать кофе именно с утра в постель еще не вставший пожалуйста кофе потом все остальное 1750 году происходит регламентация всех питейных заведений в столице российской империи и кофейням отводят отдельное такое место в кофейнях можно было подавать только чай кофе табак и шоколад все ни еды никакого-то алкоголя там не было однако но опять же это все было до поры до времени потому что какие известные места до их множество особенно вот на том самом невском проспекте кондитерская вольфа и беранже по сути была кофейней трактиру доминика тоже там подавали кофе кондитерской абрикосовых тоже там подавали кофе ну то есть во множестве заведений постепенно кофе становится топовым напитком одна из самых заядлых кофеманок в истории российской империи это конечно же екатерина 2 приносили ей ливантийский кофе весьма крепкий клали фунт на 5 чашек и он и кушала с густыми сливками ежедневно это питье все находили вредным кофешинки лакеи добавляли воды в остаток после их истопники еще переваривали и тогда только оказывался вкус обекновенного кофе по поводу екатерины фунт на 5 чашек во-первых она выпивала несколько чашек подряд во-вторых если перевести это в граммы фунт это около 450 грамм на 5 чашек мы получаем больше 80 грамм на чашку чтобы заварить классный хороший эспрессо крепкий нужно всего лишь 8 грамм на чашку то есть можете себе представить это в 10 раз больше даже по количеству я не знаю как она после этого не умирала но действительно сохранилась такая даже легенда о том что зимой к ней с мороза пришел ее секретарь продрог бедняга и императрица предложила ему согреться согреться вот чашечкой кофею приготовленные по ее рецепту и бедолага чуть не умер от сильнейшего сердцебиения как выживала екатерина это загадка во времена екатерины опять-таки тоже есть упоминание о у державина такие строки например а я проспавший до полудня курю табак и кофе пью преображая праздник будни кружу в химерах мысль мою очень популярным становится постепенно развлечение такое как гадание на кофейной гуще и по сравнению с остальными всякими мистическими интересными манипуляциями гадание на кофейной гуще считалось в общем-то таким ну самым наверно безобидным женщин которые гадали их называли кофейницами целый лист госпож девицы мужчин предъявить кое при приключившихся случаях за кофейницами посылают это вот специально эти обученные женщины которые смотря на разные черты и виды приставшего к бокам чашки вареного кофе 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 а в удовлетворение суеверных на требования или сумления их делают разные угадывания даже в этом контексте сохранилась легенда о том что якобы в 1799 году павел первый принимал у себя такую цыганку которая гадала ему на кофейной гуще нагадала скорую погибель не знаю что с этой цыганкой могло случиться в реальности после этого гадания конечно если такое имело место быть но тем не менее вот такая вот легенда во времена наполеоновских войн наши солдаты познакомились в частности в немецких княжествах с этим напитком но они решительно не понимали как его пить потому что к вопросу про питье кофе очень долгое время кофе считался напитком элиты то есть только самые боги богатые знатные могли себе это позволить в общем-то среди них было модным пить кофе но обычный народ естественно не имел возможности пить такое поэтому они поэтому происходило следующее кофе у немцев едва ли не из первых потребностей точно так как у нас сбитень так у них кофе напиток народный русские солдаты полюбили немецкий кофе называя его кава здесь оно обыкновенно с примесью картофеля и цикория послащается сахарную патоку все это вместе кладут большой железный кувшин наливают водой кипятят на огне таким-то кофе почивали наших вместо завтрака поставив по числу людей соответствующее количество кружек но употребление кружек солдатам не понравилось они требовали суповую чашку влив нее сгущий весь этот взвар и накрошив туда ситного хлеба хлебали кофе ложками как щи многие примешивали туда лук и подправляли солью очень довольны этой похлебкой они часто просили изумленных немок подбавить им еще этой же жицы как мусульман в своем раю с восточной гущей кофе пью это мы читаем у пушкиного в неизданной главе евгения онегина сохранилась картина обязательно вам ее покажу где александр второй зимнем дворце пьет именно кофе но постепенно кофе идет в народ и даже впоследствии когда брали на работу например каких-то служанок или гувернанток и писали в контракте например там содержание проживание определенный там стол еда что-то еще отдельной строкой шло кофейное довольствие то есть оно было даже включено в контракт поворотным моментом стал 1884 год в котором произошла выставка-ярмарка организованная российским императорским обществом садоводов эту ярмарку даже посетил александр третьей семьей и вот там привезли разные сорта кофе у бразильской империи да да бразилия когда-то было империи и не просто привезли сорта на продажу а на этой выставке проводили как сейчас бы мы сказали мастер-классы по завариванию кофе и почивали гостей выставки разными вот сортами разных чтобы оценить разные вкусы кофе потому что до этого был наверно пожалуй никто не разбирался только один вкус но вкус и вкус кофе и кофе по поводу разницы между петербургом и москвой традиционно можно было назвать купеческую москву чайным городом хотя кофейни естественно открывались и там петербург был больше все-таки кофейной столицей у белинского так описана разница между петербургом и москвой петербургский простой народ несколько разница от московского кроме полугара и чая он любит еще и кофе сигары которыми даже лакомятся подгородные мужики на прекрасный пол петербургского простонародья в лице кухарок разного рода служанок чай и водку отнюдь не считают необходимостью а без кофею решительно не могут жить ну что ж наступил двадцатый век перед первой мировой войной и эволюции употребление кофе было очень масштабным самый такой пик поставок максимальное количество это 1913 год а вот после революции все заглохло вожди молодого советского государства кофе не любили они предпочитали чай но если вожди не любят собственно говоря этот напиток то и людям его пить не обязательно поэтому в какие-то отдельные годы кофе не импортировался вообще 0 зерен возилась государством но все-таки элита понемногу этот напиток пила партнер номенклатура например вот даже интересный эпизод сохранился это в отношении того что толком мы не умели пить кофе анастас микоян нарком общепита зашел в кабинет к цюрюпе ему там предложили кофе и к кофе лежал лимон и молоко и он в чашку сначала положил лимон а потом налил молоко молоко свернулась он конфуз произошел он понял что что-то не то и цюрюпа ему очень деликатно задал вопрос а какой он кофе предпочитает с молоком или лимоном и так это подчеркнул это или этот понял что ладно учтем на будущее вот великую отечественную войну только летчиком выделяли по 50 грамм кофе в месяц ну что такое 50 грамм в общем-то ничего можно себе представить и опять-таки лауреатом всяких премий номенклатуре каким-то руководителям народным артистам им выделяли по 500 грамм кофе в месяц и вот уже в советском союзе пить кофе более-менее массово стали лишь во времена брежнева потому что только брежнев был кофеманом из всех советских лидеров он начинал свою кофе свой кофе свое утро с чашечки кофе с молоком вот тогда в советском союзе и появился вот этот вот растворимый индийский кофе кофе пили кстати по поводу пиле это была бразильская поставка и это такая одна из самых крупных пожалуй в истории коллабораций известного футболиста которого любили и обожали по всему миру и кофейной компании и вот привозили этот кофе в советский союз после развала ссср первая кофейня появилась девяносто четвертом году сначала кстати в питере по моему потом в москве чуть позже в москве основали возле кузнецкого моста первая точка появилась кофе бин именно кстати в этой сети изобрели такой кофе который сейчас есть практически в каждой кофейне кофе раф считается что ходил туда иностранец звали его рафаэль и он однажды попросил бариста приготовить ему ну что-то оригинальное и бариста придумал добавить в кофе сливки и ванильный сахар и получился раф такой мягкий сладенький напиток многое вам тут наболтала про кофе как мне кажется хотя еще бы могла рассказывать напоследок зачитаю рецепт по которому сегодня у вас домашнее задание приготовить себе такой кофе рецепт из книги 1900 года он так и звучит рецепт русского кофе и так садитесь за парты берите ручки и записывайте в нелуженом кофейнике из красной меди на 5 стаканов кладется 3 ложки жареного молотого кофе и пол чайной ложки цикория заваривают крутым кипятком и затем кипятят несколько раз кипяченый таким образом кофе ставится на 5 минут вдали от огня чтобы дать возможность осесть гуще очень хорошо осаждается гуще если в самый кофейник бросить раскаленный уголь затем кофе осторожно разливается чтобы не взболтать гущу ну что ж вот мой кофейный выпуск подошел к концу будет еще много интересных историй если хотите индивидуальную экскурсию вы можете написать мне мои контакты находятся в описании к этому видео как обычно всем приятного кофе пить и всем спасибо всем пока